Добрый вечер, уважаемые телезрители! Уважаемый Ариапак, дорогие участники! Продолжаем полуфинальные состязания 4-й Республиканской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Карачаева Черкесии». Тема 5-го агона полуфинала посвящена «Женщинам, покорившим небо». В Московском авиационном институте учат всем положенным наукам, и это начало космонавтской учебы. Но вот чему в нашем институте учат, я думаю, как нигде в другом месте, так это учиться. Космонавту это очень нужно всю жизнь. Светлана Савицкая, летчик-космонавт. Ваши знания сегодня оценивают. Председатель Ариапага, уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской республике, кандидат исторических наук Абазалиева Лариса Хасанбиевна, ответственный секретарь Ариапага Бульжатова Жанна Мухаджировна, секретарь Ариапага Зайцева Наталья Викторовна. В состязаниях пятого агона принимают участие Ижаева-Мадина, станица Кардонихская, Салпогарова-Анжелика, город Усть-Джигута, Тураханова-Азиза, село Первомайское. А год начинается прологом, который состоит из двух конкурсов. Конкурса русского языка и конкурса красноречия. Вам нужно исправить ошибки, если таковые в тексте имеются. На это вам дается две минуты. Максимальная оценка – 10 баллов. Начинаем. Максимальная оценка – 11 баллов. время бесшовный вечерка чащоба грубошерстный вы на а исправили до боржоми жестче жонглировать жонглировать крыжовины многоженство расчесаны раз за три ошибки бесшовный вечерка чащоба грубошерстный вы зачеркнули ты боржоми жестче жонглировать крыжовины многоженство раз два три четыре ошибки бесшовный о вечерка чащоба грубошерстный боржоми жестче крыжовины ее без ошибок обратите внимание на правильное написание слов бесшовный вечерка ее грубошерстный боржоми жестче жонглировать крыжовины многоженство расчесаны переходим к конкурсу красноречия за 15 минут до начала агона вы получили тему цель в жизни является сердцевиной человеческого достоинства и человеческого счастья вам отводится 40 секунд для того чтобы вы осветили эту тему максимальная оценка 5 баллов начинаем с вас мадина пожалуйста здравствуйте уважаемая ария пак я согласна с высказанием константина устинова действительно у каждого из нас есть цель порой не бывает бывает нелегко достичь этой цели мы встречаем трудности на своем жизненном пути но каждый нас должен преодолеть эти трудности не взирая на то что не всегда бывает легко да мы не всегда не всегда легко достичь своей цели каждый из нас должен посвятить свою жизнь высокой цели благородной цели такой цели посвящали свою жизнь многие герои советского союза во времена великой отечественной войны когда освобождали родину от немецко-фашистки захватчиков свою высказывание свою речь я бы хотел закончить словами литературного героя к сожалению 40 секунд мадина анжелика вам слова здравствуйте уважаемая ария пак я полностью согласна с высказыванием константина ушинского цель жизни является сердцевиной человеческого достоинства человеческого счастья человек который уже определился с целями в своей жизни знает к чему стремится он сделать все возможное и невозможное приложит все усилия для того чтобы достичь своих целей пример хочу привести константина эдуардовича циолковского его труды долгое время не могли быть оценены по достоинству но все же он не отчаялся и добился своего человек же который не имеет никаких целей в своей жизни ведет очень скучную интересную жизнь по моему мнению счастлив тот человек который знает к чему стремится который знает какие усилия нужно приложить 40 секунд ази за вам слово пожалуйста так нельзя не согласиться с высказыванием константина ушинского ведь все в этом мире начинается с мечты с цели но не достижение цели а путь который проложил к осуществлению своей мечты помогает тебе стать сильнее мудрее опыт опытнее и возможно счастливее примером хочу при пример хочу привести историю 46 полка сущность молодые девчонки решили защитить свою родину и бить врага на своем пути они много распоткались падали но смогли добиться своей цели пройдет суровую школу жизни и главное найти себя свое счастье не теряя только приумножая свое человеческое достоинство и нравственность благодарю за внимание 40 секунд уважаемый председатель подведите пожалуйста итоги пролога и так очень сложно подводить итоги потому что все девочки были убедительные красноречивы тем не менее это конкурс поэтому значит по итогам конкурса красноречия самым убедительным нам показалось выступление тура хановой азизы она получает 5 баллов с алпагарова анжелика также получает 5 баллов и интересное выступление ижаевой мадины мы оценили в 3 и 8 поскольку была допущена некоторая неточность по итогам двух конкурсов пролога первым права выбора дорожки предоставляется турахановой азизе с 15 баллами второй выбирает дорожку с алпагарова анжелика у которой 11 баллов и 3 права собственно уже не права выбора 3 дорожка это вы будет у ежаевой мадины которая отстает всего на две десятых балла 10 и 8 у нее удачи благодарю вас пожалуйста выбирайте дорожку анжелика на красную смелая зеленая самая длинная но может быть самая верная да переходим непосредственно к состязаниям напоминаю вам регламент полуфинальных состязаний на зеленой дорожке можно ошибиться два раза на желтой один раз на красной дорожке ошибаться нельзя в случае ошибки мы можем предложить блиц вопрос и первым право выбора номера вопроса предоставляется участнику на зеленой дорожке мадина пожалуйста номер пять вопрос номер пять какую миссию выполняла елена серова во время открытия зимней олимпиады в сочи в 2014 году поднимали флаг поднимали флаг да поднимали флаг это правильный ответ переходите пожалуйста да нанесла и участвовала при поднятии флага пожалуйста вопрос номер два вопрос номер два по какой причине старт космического корабля восток 6 с валентиной тирешковой на борту был запущен на байконуре не с гагаринской площадки а с дублирующей я могу предположить что это из-за сложных метеоусловий произошло к сожалению нет переходим с ошибочкой обсуждаем песня марянам колсош алло хумара тирешкова отправлялась и дублирующая потому что в на площадке байконура отправляющая быковский у них пола был групповой полет у них был полет и мы даем орден участнику выбирайте пожалуйста вопрос вопрос номер семь вопрос номер семь назовите мировые рекорды летчика космонавта светланы савицкой за ее карьеру мировые рекорды смею предположить что ее рекорды касались парашютных прыжков она была первой женщиной которая вышла в открытый космос есть у вас еще что добавить к сожалению ответ неверный блиц вы становитесь теоретик обсуждаем вопрос позвала ура гимназия номер 6 городу с джугота смесь предположить что мировой рекорд у него был по пребыванию в космосе на дистанцию 500 километров и на дистанцию тысячи километров присаживайтесь пожалуйста обсуждаем дальше чумаева ася школа номер восемь села римгорская савицкая установка в 1970 году савицкая установила три мировых рекордов на по пилотажному спорту на поршневых самолетах великобритании 3 а также 18 авиационных рекордов на реактивных самолетах три мировых рекорда на по парашютному спорту в групповых прыжках вы принимаете ответ принимаем орден участников чуть-чуть она ошиблась чуть-чуть но достоин ордена ее ответ на счету светланы савицкой три мировых рекордов групповых прыжках с парашютами стратосферы 9 мировых рекордов на реактивных самолетах звание абсолютной чемпионки мира по высшему пилотажу на поршневых самолетах пожалуйста выбирайте вопрос номер восемь вопрос номер восемь марина роскова в своих записках штурмана вспоминала о полине осипенко единственное чего полина не умела это чего не умела делать полина она не умела командовать у нее не было такого характера командирского характера как она отмечала нету больше версии магина переходите с ошибочкой у кого какие версии нету версии она не умела плавать вот о чем писала роскова о полине осипенко вопрос номер девять вопрос номер девять назовите имя единственной женщины летчика участвовавший в советско-финской войне и совершивший воздушный таран в годы великой отечественной войны я могу предположить что это была ирина стеброва которая была 34 боевых вылета к сожалению азиза нет мы обращаемся к теоретикам дана тваршева мкл гимназия номер пять город черкесск это екатерина ивановна зеленка она 12 сентября 41 года совершила на своем истребитель су-2 воздушный таран молодец умница орден пожалуйста две ошибки у азиза две ошибки да азиза к сожалению установите с теоретиком но вы молодец вы хорошо работаете удачи вам мадина выбирайте вопрос вопрос номер три вопрос номер три откуда была взята знаменитая фраза эй небо сними шляпу произнесенная валентиной терешковой перед стартом откуда эта цитата это измененная цитата из поэмы владимира владимировича маяковского облака в штанах правильно переходим и модина становится победителем и зарабатывает орден проходите пожалуйста у нас еще три вопроса ответить на которые вы можете заработать ордена внимательно слушаем вопрос номер один назовите имя единственной женщины в армии российской федерации носящий воинское звание генерал-майор песня омарянам каусош аллахомара валентина терешкова валентина терешкова орден участнику внимание следующий вопрос кто из россиянок первой совершила полет на американском космическом корабле в 1997 году назовите имя космонавта батяева медиа существа приольная смею предположить что ее зовут елена кондакова елена кондакова правильно вопрос номер 6 талисман который есть в каждом космическом полете это не просто сентиментальная связь с родными оставшимися на земле какую роль выполняют талисманы на борту космического корабля во время космического полета талисманы используются для того чтобы проверить состояние невесомости правильно совершенно верно орден участнику переходим в эпилог у вас есть возможность заработать очередные медали назовите фамилию имя отчества и годы жизни первой дипломированной русской женщины пилота первая дипломированная женщина пилот авиатор это зверева но годы жизни я затрудняюсь ответить на это зверева вы хотите дополнить салихова мариям полусошный мир один славочки ее звали лидия висарионова зверева годы жизни 1885 подразделяюсь ответить присаживайтесь пожалуйста сапограф тимур мукулсошный мир всем силовочки кен ее звали лидия висарионова зверева родилась в 1900 1890 1916 там умерла умница умница медаль пожалуйста меняем на орден продолжаем работу почему екатерине васильевне будановой второй по результативности женщине истребителю второй мировой войны герою российской федерации которая была ей присвоена посмертно в 1993 году не было присвоено звание герой советского союза 1943 году хотя командование полка представила ее к этому званию сержанка екатерина мкулсош номер 6 города черкеска смею предположить что документы просто затерялись в москве документы затерялись присаживайтесь пожалуйста текова медина село кичепалык школа номер 14 смею предположить что она умерла умерла когда в 1943 году точнее исмаилова эмилия аулер сакон смею предположить что ей не дали это звание потому что не хотели давать его посмертно нет присаживайтесь пожалуйста уважаемый председатель ответ тековой вы принимаете что умерла сорок третьем году нет не принимаете будем дальше обсуждать нет смысла нет командование полка представила буданова к званию героя советского союза но это звание присвоено не было поскольку она считалась пропавшей без вести и следующий заключительный вопрос для кого из летчиц 46 гвардейского таманского краснознаменного ордена суворова 3 степени ночного бомбардировочного авиационного полка было дано положительное заключение о присвоении звания герой советского союза командиром дивизии покаевым командующим 4 воздушной армии генерал-полковником вершининым и главнокомандующим северо-западного направления маршалом советского союза рокоссовским но впоследствии затерялась для кого ботеема медиана существа привольно я смею предположить что эту женщину звали марина роскова нет обсуждаем дальше сапогаров тимур кусош номер 7 сила очки кен возможно это была лидия литвяк нет и последний раз обсуждаем смею лава эмилия у ларсакон смею предположить что это была валентина призадубова нет это была александра федоровна акимова ей звание героя российской федерации было присвоено 1994 году и на этом все вопросы агона исчерпаны уважаемый председатель прошу вас подвести итоги агона и так по итогам состязания на дорожках победителем пятого агона признана ежаевым 1 сош номер один станица кодоникская ураханова азиза и салпагарова анжелика становятся теоретиками благодарю вас на этом уважаемые телезрители пятый агон объявляю завершенным а Продолжение следует...